Это у нас Пашка. Павлушка. А это Наталья. Пашка с Наташкой. И вот эту дырку, оставшуюся. Надо попытаться как-то сделать. Пришло время закрывать. Делать косметическую операцию. Пластическую. Я же не врач. Началась пластическая хирургия. Сейчас посмотрим, что с этого можно сделать. Это тоже ростовая ткань. Сейчас мы сначала с тобой, Женька, побрим. Мы хорошо отъелись. Тристосник килограмм прибавил. Очень хорошо. Два раза. Восемь с небольшим. Восемь триста мы сейчас. Это мы не ели перед операцией. Это бы больше было. Под шерсток же зимний сформировался. Садик с машинкой надо ее сейчас будет от сети сделать. Мы кожу приращивали, а теперь мы будем ее отрывать и передвигать, да? Мы не будем отрывать. Будем аккуратненько сдвигать. Свои методы. Там много чего с пластиками я обсуждала. В общем, мой метод оказался наиболее приемлемый в данной ситуации. Очень густая. Хорошая шерсть, но будем заново растить. Потому что придется. Главное здоровье. И эта. Будешь ты, Пашка, у нас голая собака. Китайская. Китайская голая яматовидная собака. Российская голая яматовидная собака. Толсткая ты какая. Ну и хорошо. Чем лучше подкожная клетчатка жировая, тем больше шансов прирасти без последствий. Анатолий Павлович сказал, что я на поле наполнен про микрофобус. Да, очень надо полочки поперевозить. Ты его сделал. Да что твои полочки? Надо, чтобы автобус работать. Надо. Спрашиваю, а сейчас морковки нет, яблок нет. Все надо ехать и не на чем. Я это могу, но и кукле возьму. Да что там на твоей машине ты уезжаешь? Больше. Больше линзин пократишься. Больше линзин как-то питание может быть. Алексей Владимирович, ну-ка, давай эту мою линейку шикарную сюда выкрости. Пашка, будешь лохматый весь. Есть несколько методов. Можно вообще отсюда, допустим, маленький кусочек кожи вырезать, туда переросить. Вот так вот это самое. А здесь просто зашить. Ага. Но тогда будет здесь плохая шерсть. Она должна достать хорошая, поэтому нужно максимально приближенно сделать. Класс. Класс. Класс.